Иду в топлюсь, я у речи глубокий, Шукать станут, не скоро знайдусь. Привет! Я Сергей Беспалов, и вы на моем канале, где я рассказываю о новостях, происходящем в Беларуси и за ее пределами. Все больше событий внутри страны зависят от внешней политики, проводимой режимом. Для нас их действия и решения никаких положительных прогнозов не несут. Рассмотрим это поподробнее. Поехали! Вчера мировые таблоиды пестрили новостью о техническом дефолте России и о том, что ситуация отказа платить по госдолгу уже была, но только чуть больше ста лет назад, при еще вертикальном Ленине. Вы почему... На субботничке в коммунистическом не были. На каком? В коммунистическом пооботить надо. Многие возрадовались, что нанесли Путину хоть какой-то удар. А по сути, для режима ничего не поменялось. Он все еще остается платежеспособным, плавно перетекая в ранг недоговороспособностей и нерукопожатных. Страдает, в общем-то, только сами держатели долга. За всеми этими действиями чуть потерялось другое очень важное событие, а именно план «Б» на случай проигрыша в войне, разработкой которой занялся экс-премьер Кириенко. Добрый день, уважаемые коллеги. Я должен выполнить поручение президента и представить назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина. Указ подписан на Лисе Николаевичу в субботу. По новой стратегии народу нужно скормить хоть одну победу. А эта победа и должна стать образование нового Третьейского союза, в который входят оккупированные части Украины, оккупированная Беларусь и Рашка. Для этих целей и хранят ростовского любителя золотых батонов Януковича, чтобы показательно вернуть его в власти, а потом его рукой подписать документы наподобие Беловежских соглашений. Беларусь уже Рашка воспринимается исключительно как собственный военно-промышленный комплекс со всеми включенными в него предприятиями. А розовые мечты этого плана портят только несговорчивость таракана и яростное противостояние народа Украины. Экстренное совещание в Питере было именно по этому вопросу. Формула денег взамен на поцелуй закончилась. А попытки прогнуться и подыграть диктаторскому клубу обернулись для Лукашенко еще и финансовыми сюрпризами. Так, внезапно укрепившийся российский рубль, в котором Лукашенко решил платить за газ и нефть, стал еще дороже, чем платить валюте. Но это еще полбеды. А вот потеря власти в новом Третьейском Союзе это не просто угроза, а конкретный мессендж. Я не угрожаю. Я предупреждаю. Что может быть? Уже известно, что в ходе переговоров Путин даже выбегал из зала с фразами. Он вообще понимает, что отсюда может не уехать. А все это из-за того, что Лукашенко отказался от своего новообразованного положения. Какой хитрый человек. В результате чего встреча оборвалась с часовым перерывом и продолжилась уже под новой реальностью, в которой Лукашенко просит ракетное вооружение в обмен на самолеты. Хотя перспектива принудительного смещения никуда не делась. И это маленькая отсрочка неизбежного. Уже пора подумать о побеге. Сделать то, к чему принуждал все это время белорусский народ. Который, к слову, сократился с 10 миллионов человек до 5,8 миллионов. Именно такие данные насчитал Белстат, а потом по-быстрому решил эти данные засекретить. Здесь и смертность от ковида, и повышенная смертность пенсионеров, и массовая эмиграция населения от беспредела режима. Не важно, как голосуют, важно, как считают. Деньги в казне убывают также пропорционально. Отсюда и побор из тех, кто уехал за коммуналочку. Беларусь покидает все. Инвесторы, бизнес и талантливая молодежь. Будущее страны сворачивается, а с краски про импортозамещения обернутся болезненным ударом реальности по населению, который ничего хорошего не ждет. Шеф, все пропало. А не может ли я плачь? Что делать, шеф? Санкции не должны быть поверхностными, а должны быть для полноценных террористических ячеек, сотрудничество с которыми запрещено всеми нормами права и имеют ужасные не только репетационные последствия. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца и поставили лайк. И написали коротенький комментарий. Также подписывайтесь на мой новый проект в Телеграм, где я буду загружать контент, который по тем или иным причинам нельзя размещать на просторах Ютуб. Ссылочка будет внизу. Увидимся в следующем ролике. Слава Украине и Жыве Беларусь! Слава Украине и Жыве Беларусь!